Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Это передача «Что делать?». Я и ведущий Виталий Татьяков. Второй раз за последние 3-4 года здесь, в этой студии, собираются люди одной из редчайших профессий на Земле, между прочим, о чём немногие думают и подозревают, а именно астрономы. В нашей стране их всего полторы тысячи человек. И российские вузы выпускают в совокупности примерно 50 человек новых дипломированных астрономов в год. Кто из них остаётся в профессии, кто не остаётся, это другой вопрос. Возможно, об этом поговорим. Но сегодня я вновь собрал тех, кто частично участвовал в той передаче, которая была 34 года назад, нашей астрономии, и некоторых новых специалистов, кто тогда не принимал участия, поговорим. Вновь об астрономии. Я обозначил эту тему так. Астрономии «Забытая слава России» со знаком вопроса. Поскольку всё-таки в рыночных условиях наша наука до сих пор как-то не очень уютно себя чувствует. А астрономия — это не только люди, которые здесь сидят, это ещё очень сложные, очень дорогостоящие приборы. Собственно, об этом сегодня поговорим. А в частности, мы отталкиваемся от того, что нынешний год, 2009-й, объявлен Всемирным годом астрономии, с ещёми массой мероприятий во всём мире. В том числе, часть из них пройдёт в Россию, не только в Москве, но ещё и в Казани. Я задаю первый вопрос. В первую очередь, от всего, тем, кто участвовал в той передаче. Живой интерес вызвавший, между прочим, среди представителей естественных наук. Первый вопрос. Вот эти 3-4 года. Кто участвовал в передаче, кто не участвовал в передаче, вы всё равно представляете? За 3-4 года, которые, если не брать нынешний кризис, это были годами тучных коров, как выражаются пафосно, больших денег нефтяных. Вот положение астрономии в нашей стране материальное и духовное, я бы сказал, оно улучшилось или на том же уровне, или, не дай бог, ухудшилось. Ну, а дальше у меня к вам масса вопросов. От Плутона, куда-то исчезнувшего из числа планеты, до всяких других. Лев Владимирович, у вас на чём? Я не участвовал, к сожалению, в прошлой передаче, но что я могу сказать? Годы были, в общем-то, грех жаловаться. Последние десятилетия, начиная, может быть, с 2000-х годов, для науки, ну, я не могу сказать за всю науку, для космических исследований, но это тоже, в каком-то смысле, часть астрономии, были, тенденция была положительная. Мы, пожалуй, перестали в эти годы жаловаться на недостаток денег. Последние 3-4 года, особенно, стали жаловаться на недостаток кадров, потому что за 90-е годы мы растеряли очень много грамотных специалистов, но которые могли делать приборы, и, наверное, и наземные приборы, и космические приборы. Но, с другой стороны, вот мы почувствовали, я преподаю в Московском физико-техническом институте, мы почувствовали, вот, опять-таки, в отличие от предыдущего десятилетия, такой положительной тенденцией студенты стали как-то больше интересоваться наукой, посещать лекции, это, конечно, не самое главное. Я даже слышал, что конкурс растет на отделение астрономии. Конкурс растет на такие специальности, по крайней мере, в физтехе, что я знаю, может быть, мои коллеги поправят про другие институты. Вот, ну, значит, конечно, этот год, пока еще мы не почувствовали таких ударов ниже пояса от кризиса, но начинаются уже разговоры, конечно, о секвестре космических программ, но хочется всегда надеяться на лучшее, что вот этот темп, который мы набрали, мы не сильно его потеряем. Олег Юрьевич, к вам тот самый вопрос, и плюс еще, поясните для аудитории, для телезрителей, в связи с чем этот год международной астрономии объявлен? Это очередное мероприятие, которое раз в 15 лет случается, или что-то? Нет, это не очередное мероприятие, это мероприятие уникальное. Международный год астрономии объявляется впервые в мире. Это инициатива Международного астрономического союза, а это самая авторитетная в мире организация по астрономии, 2009 год выбран не случайно. В 1609 году Галилей впервые посмотрел в телескоп на небо, таким образом, в этом году мы празднуем 400-летие телескопической астрономии. Эта инициатива Международного астрономического союза была поддержана в ЮНЕСКО, и впоследствии Организация Объединенных Наций на своей 62-й Генеральной Ассамблее объявила 2009 год Международным годом астрономии. Юрий Юрьевич, вы как это вот, 3-4 последних года, динамика какая? Как и все институты, мы ощущаем, конечно, что динамика была положительной, и наша обсерватория, крупнейшая наземная обсерватория страны, где самые большие телескопы России, это 6-метровый зеркальный телескоп, оптический. Крупнейший, сохранившийся после распада Советского Союза. Он в 1975 году был самым крупным телескопом в мире, вплоть до 1992 года, когда США построили телескоп зеркалом 10 метров. Да, это 6-метровый телескоп, оптически был самым большим телескопом в мире. Это уже Зеленчук, да? Зеленчукская обсерватория, да. И, кроме того, у нас это радиотелескоп, Ротан-600, диаметром 600 метров, это кольцевая антенна большая. С детства помню эти фотографии, вот эти антенны, которые... Так вот, обсерватория ощутила внимание, и мы смогли, например, вот в эти последние годы даже начать программу замены главного зеркала, потому что зеркало в телескопах тоже приходится за ним следить, его моют ежегодно, зеркала крупные, и их переалюминируют, наносят новый слой покрытия отражающего слоя. Но вот мы решили заменить зеркало, и на это государство выделено 200 миллионов рублей целевых через Государственную Думу, по-моему, и правительству, так что ощущался явный приток средств для того, чтобы можно было оснастить эти дорогостоящие машины, потому что стоимость такого наземного телескопа по порядку личины это 100 миллионов долларов. Антон Михайлович. Ну, я работаю в Московском университете, и занимаюсь не только научными исследованиями, но и подготовкой астрономических кадров. И вот есть... Вот что там с Крыльевским телескопом? Да, есть проблема. Московский университет за последнее время потерял практически все наблюдательные базы. Три обсерватории в Узбекистане, Казахстане и в Крыму, на Украине. Сейчас мы занимаемся передачей нашей крымской станции Украине. И вот за эти годы правительство выделило средства на закупку нового высокотехнологичного телескопа диаметром 2,5 метра. Это не 6 метров, это средний телескоп, средних размеров. Но для учебных целей это блестящий инструмент, потому что это типичный университетский телескоп. Вот университетские обсерватории оснащены как раз такими обсерваториями, мировыми в мире. И мы получили средства, заказали этот телескоп. Сейчас он уже изготавливается во Франции. И в 2010 году нам его нужно устанавливать. Но, к сожалению, вот сейчас задерживается выделение средств на капитальное строительство этого телескопа. Получится так, что телескоп придет на гору, а устанавливать будет некуда. Вот сейчас мы этим занимаемся. И наш ректор Виктор Антонович Садовович обратился и к премьеру, и к президенту. И эта работа сейчас проводится. И мы надеемся, что наше правительство нам, несмотря на кризис, эти деньги небольшие сравнительно даст. Для того, чтобы построить новую обсерваторию для Московского университета. Она будет не только для Московского университета. Она будет для всех университетов России, чтобы готовить астрономические кадры. Борис Михайлович. Те же вопросы? Да. Я, наверное, добавлю и положительного, но и в то же время не очень положительного. Положительное, Лев Матвеевич правильно сказал, последние 3-4 года страна существенное внимание уделяет космическим исследованиям. И самое главное, 2005 год впервые, когда программы космических исследований выполнялись на 100% в смысле финансирования. До этого это была беда. Уровень был и так низкий, да он еще выполнялся на 30-40%. По наземной астрономии, конечно, ситуация тоже улучшилась. И вот проведенная реформа, тут я могу сказать только положительная реформа оплаты труда научных работников, так называемый пилотный проект, привел к тому, что социальный статус научного работника существенно выше принтуса поднялся. А вот серьезный и отрицательный какой-то такой элемент, это все положительное, ну плюс там с некой примесью горечья, но на самом деле положительный рост. Отрицательный и серьезный это деградация в целом общества. Ведь астрономия это, наверное, единственная из наук такая. Вот действительно она в одно время точная наука, и в то же время это наука мировоззренческая. Элемент культуры. Конечно, это важнейший элемент культуры. И вот ее выдавливание из системы образования, это выдавливание культуры из образования. Ну хорошо, а теперь давайте поговорим о том, что собственно астрономия нам и в первую очередь отечественная за эти 3-4 года дала. Ну вот самое громкое из того, что я слышал, ну не только я, я просто в свое время интересовался астрономией. Самое громкое это вот то, что разжаловали Плутон из планет в нечто непонятное, я сейчас не могу воспроизвести. А, ну, поясните ситуацию с этим. Крупное небесное. Да, да, а что вот еще произошло в астрономии? Мы тогда говорили об этих кротовых норах. Это как раз и не событие. То, что разжаловали Плутон, это некое переобозначение на это не событие. Вот я не знаю, как сейчас, в 9 классе у нас был учебник астрономии, был курс астрономии, мы там учили. А что сейчас в учебниках новые, их успели новые напечатать, что Плутон уже крупное космическое тело, а там они... Насколько это вот представление о мироздании меняет? Или это рядовое событие? Это рядовое событие, практически ничего не меняет, это просто обозначение другое. На самом деле это просто связано с тем, что мы гораздо больше стали знать о внешней системе. Вот с появлением крупных телескопов, о которых говорилось, оказалось, что планет типа Плутон... С такими же массами... Или даже более массивных, чем Плутон, их уже предполагается введение новых телескопов в строй, придет к тому, что их будут тысячи. Школьник просто ошалеет заучивать тысячи планет Солнечной системы. Решили, что где-то нужно положить границу, ну и в принципе, может быть, исторически еще Плутон и вернут, но уж никак тысячи планет на Солнечной системе не будет. Хотя их на самом деле даже больше. Ну а что новое? Хорошо, Плутон... Это да, вот как раз мы потеряли Плутон, зато мы приобрели очень много. Мы приобрели за это время 300 планет, но правда не в нашей Солнечной системе, а в других, может быть. Не знаю, согласятся ли мои коллеги, но это тоже открытие сделано с помощью наземной астрономии. Такое появилось и стало, так сказать, все более и более важным, понятие экзопланеты. Это планеты в других звездных системах. Это довольно тонкие и очень сложные эксперименты, но сейчас доказано, что около 300 планетных системах у других звезд существуют планеты. Они большие планеты, они размеры Юпитера. Пока мы не можем определить планеты с меньшими размерами, но это очень важно с мировоззренческой точки зрения. Потому что если мы говорим о жизни вне Солнечной системы, она должна базироваться на планетах. И сейчас таких планет много. И на некоторых из них недавно обнаружены линии водяного пара. То есть мы как-то начинаем уже вот эту теорию самого Чешкловского о возможности жизни в мире. Громкое в середское время было, да. Да, она была очень известна. Сейчас она начинает получать какую-то... Ее можно обсуждать уже в серьезной точке зрения. То есть размер Юпитера, там же тяготения, что-то там просто нет. Человек там не может. Нет, ну если образовались планеты типа Юпитера, значит наверняка образовались и малые планеты. Типа наши Земли. Типа наши Земли. Ну, там есть, скажем, 10 масс Земли даже. А вот эти 300 из них наши российские астрономы что-нибудь открыли? В этой области у нас мало ведется работ по поиску планеты у других звезд. Но у нас крупные открытия последних лет. Я не знаю, может коллеги не согласятся, но буквально то, что в прошлом году две публикации в Nature с участием наших астрономов. Это обнаружение всплесков в оптическом виде гамма-вспышки, которые связаны со вспышками сверхновых. А сверхновые звезды это как бы стандартные свечи, по которым измеряют расстояние во Вселенных. И подтверждение ускоренного расширения Вселенной последние 5 миллиардов лет. То есть это теория большого взрыва, она все подтверждается и подтверждается. Обнаружение темной энергии, как следствие наблюдения сверхновых. Пока нет обнаружения, скажем так. Считаем, что практически она обнаружена. Почти уверен, что буквально в ближайшие 5-10 лет наше понимание нашего места Вселенной изменится кардинальным образом. Из-за этих крупнейших открытий астрономов. Темная материя, конечно, я бы не сказал, что это успех. Да, скорее наоборот, это огромный вызов. Мы о существовании темного вещества, точнее лучше переводить темное вещество. Со времен цвики, да. Да, это уже 70 лет, даже больше 70. 30-е годы. 30-е годы, известно стало. До сих пор мы не понимаем, что это такое, а ведь этого вещества в 10 раз больше, чем такого нормального эмбариона. Он и обычного вещества, с которым мы состоим. Мы с вами, этот стол планеты, и Солнце, и так далее. И в 10 раз больше не знаем природу этого вещества. Это высов огромные физики. Ну, сейчас, конечно, физики элементарных частиц, в основном специалисты пытаются найти, что же это за такие хитрые частицы, которые никак не взаимодействуют, только гравитируют. Ну, я бы добавил вот к списку таких действительно ярких, ярких новых результатов и появившихся идей, которые мои коллеги сказали. Это исследование двух небесных тел. Вот в последние годы громадное внимание к ним было привлечено. Это Марс и спутник Сатурна-Титан. На прошлой вашей передаче сотрудник нашего института Игорь Митрофанов рассказывал о экспериментах по обнаружению водорода в поверхностном слое Марса, ну, по нейтронному излучению. И было это указание на то, что там действительно есть водяной лёд. Сейчас эти результаты, в общем, блестяще подтверждены. Целая серия экспеда, я вам говорил, но это были такие пока ещё... Нет, ну просто там вот эти чудные американские... Это было на американском аппарате, стоял российский прибор. Сейчас эти эксперименты продолжились, и на уже европейском аппарате стоял российский прибор на аппарате Марсэкспресс. Ну, не только российский прибор, подтвердились эти данные о наличии водяного льда на поверхности Марса. Если мы посмотрим сейчас на Марс, мы видим, что у него есть полярные шапки, состоящие из водяного льда, которые иногда покрываются изморозью, таким сухим льдом, полярными шапками из двуокиси углерода. Вот. И мы понимаем, что у Марса есть свой климат, свой климатический цикл. Может быть, когда-то это была тёплая планета. И совсем недавно уже прямые исследования посадочного аппарата Феникс на полюсах Марса просто была эта вода измерена. То есть на Марсе много воды. Плюс ещё радарные измерения. Ну, как-то это позволяет по-другому взглянуть на эту планету, где-то в далёкой перспективе, как некую запасную планету на человечество. Ну, это известная песня советская. Там у вас все будут яблони. Ну, яблони я не знаю, но там дышать-то можно, хотя проблемы с Марсом. Люква хотя бы там. Тяжело дышать. Да, тяжело дышать. Там другая проблема. Кислород там есть, но там проблема радиации. У него нет магнитного поля, который здесь нас с вами защищает. Поэтому там придётся или закапываться, или делать какие-то специальные укрытия. Космические лучи, солнечные, космогалактические, да. Ну, ультрафиолеты там тоже проблемы, потому что там реденькая атмосфера. И второе, это, конечно, спуск такого европейского аппарата Гюгенс на Титане. Это просто новый мир, где как бы есть озёра, там есть горы. Но это как бы, если смотришь на картинки, это напоминает какую-то среднюю Патагонию, я бы сказал. Но только вместо воды там жидкий метан. И что такие планеты существуют, такие небесные тела, мы никогда не могли догадаться. Это просто увидели прямыми измерениями. Можно только поздравить наших европейских коллег. Мы сейчас готовим свои эксперименты посадочные, но я могу потом об этом рассказать. Нет, ну всё-таки вот в последнее время много говорили о росте космической группировки российской. Нет, ну сейчас нет. Аппараты, охраннические аппараты у нас какие-то... Один аппарат, вот я сказал, запущен в конце января этого года. Готовится. Готовится несколько аппаратов. Вот одним из них спектр, который будет работать в ультрафиолетовом диапазоне, занимается Борис Михайлович. Готовится спектр, который будет в радиоастрономическом диапазоне. В нашем институте готовится аппарат уже много-много лет, который будет в диапазоне рентгеновского и гамма-излучения. Но все они пока на Земле, и много лет 15, если я не ошибаюсь, мы готовимся к ним. А птичьих телескопов у нас сейчас на отбитии нет. Нет. Я хотел бы сказать о космическом работающем инструменте. Это имеется в виду Международная орбитальная гамма-обсерватория «Интеграл». Это уникальный эксперимент в том смысле, что приборы все, они стоят миллиард долларов, и они все изготовлены западными коллегами. А этот аппарат выведен российской ракетой «Протон» на орбиту. Причем очень удачный запуск получился. И вот за счет того, что нашим носителям эта дорогостоящая обсерватория выведена на орбиту, Академик Щеняев, руководитель этого эксперимента, мы имеем 25% наблюдательного времени. И в этом году вот совсем недавно получена государственная премия для молодых ученых Михаилом Геннадьевичем Ревнивцевым. Вот только что, так сказать, он выступал по телевидению недавно в составе четырех лауреатов. Сейчас ведь статус этих премий очень вырос. Это вот последнее врачение Медведевым. Да, да, да. Из 340 претендентов выбрали четыре. Так что вот так оценило наше правительство эту работу. И там масса очень интересных результатов в области рентгеновской и гамма-астрономии. В том числе в области открытия черных дыр, изучения природы рентгеновского фона и так далее. Можно было бы очень много говорить. Можно, а из-за одного все-таки иерархии, астрономические наблюдения, эксперименты. Ну, США по-прежнему лидер, кто-то второй, третий, какого места России в этом? Позволите, ну, позволите. Большие телескопы, большие зеркала нужны для того, чтобы собрать как можно больше света в фокусе и анализировать этот свет. И чем больше диаметр зеркала, понятно, тем более далекие объекты, доступные для детального исследования. Самые большие крупные телескопы мира сейчас могут наблюдать объекты, которые практически родились в момент близких к зачатию Вселенной. То есть 13 миллиардов лет назад. 13 миллиардов? Первые галактики мы видим, которые родились буквально через 500 миллионов лет после рождения Вселенной. Но у нас фактическая астрономия наземная, ситуация у нас хуже значительно, чем в космической области. Здесь, по крайней мере, работают и проекты есть крупные, которые готовятся. У нас этот единственный телескоп, которому уже более 30 лет, по своей площади зеркала, если взять, скажем, суммарную площадь зеркал телескопов мира, то это примерно 2%. Вот 2% Россия имеет площадь зеркал по сравнению с мировой площадью. Вот это наш вклад в накопление фотона. Очень мало. А когда-то это было совершенно по-другому. Мы достигали других высот. Поэтому сейчас, конечно, ставится вопрос, что дальше, как мы будем дальше жить, сколько мы... Мир не стоит на месте. Даже Южная Африка имеет телескоп сейчас с зеркалом 10 метров. Испания заканчивает 10-ти мировые телескопы. Объединенная Европа, целый ряд телескопов больше 8 метров и так далее. Сейчас речь идет о, по-видимому, все-таки, самом правильном будет вхождении России в крупную международную организацию. Скорее всего, это будет Объединенная Европейская, называется Южная Европейская обсерватория, которая имеет уже целый ряд своих телескопов в Чили, в Южном полушарии. И сейчас приступила к строительству телескопа с зеркалом, не поверите, 42 метра. Оптический телескоп. Оптический телескоп. Полнополарадный. Полнополарадный. Правда, зеркало... Оно выдерживает? Зеркало составное. Оно будет состоять из тысячи примерно сегментов, таких гексагоналиков, которые складываются в общую сферическую поверхность. 42 метра на Земле. То есть это будет самый большой. Это будет самый большой телескоп в мире. А на настоящий момент какой самый большой? Самый большой 10 метров. 10 с небольшим, 10 и 2 десятых. Несколько таких. Уже 10 метров много телескопу. Кроме того, США строят телескоп зеркалом 30 метров. Сейчас целая группа университетов, плюс американские астрономы, национальные обсерватории. Они строят 30 метров телескоп. Значит, по-видимому, России придется вступать в объединенную организацию Южно-Европейской обсерватории. Поскольку сами мы не можем... Если мы сегодня начнем строить телескоп, скажем, такого масштаба, у нас две проблемы. Первая – это колоссальные деньги. Но самое страшное, что в России, несмотря на то, что мы одна шестая суши, мы не имеем хороших мест для установки крупных обсерваторий. Где спокойный астроклимат, где большое количество ясных ночей, наземных обсерваторий. Поэтому нам придется вступать в объединенную Европу. А там надо платить вступительный взнос. Он пропорционален валовому продукту государства. Нам была названа сумма сначала 72 миллиона евро вступительный взнос. И примерно 10 миллионов евро ежегодный взнос. И тогда надо платить приличные деньги. Какие приличные деньги для России? Для нас это не мысль. Это больше бюджета всей астрономии государства в целом. Понимаете? Классальное средство. Борис Михайлович. Когда мы говорили об открытиях, ну, в каком-то смысле это открытие. Скорее такое изменение понимания нашего места в Солнечной системе, именно в Земле. Значит, вот последние годы, можно даже назвать точную дату, ну, скажем, год, 2004 год, довольно существенно изменилось понимание по проблеме так называемой астероидно-кометной опасности. Да, да, да. Периодически все... Оно шлевало там, оно... Сейчас столкнулись два спутника. Там не... Да, это близкая тема, но чуть-чуть я про другое. Да, космический мусор это очень важно. Но это не совсем астрономическое, хотя можно назвать экоземной астрономией. Но вот тема такая, которая Голливудом очень муссировалась много, обыгрывалась и все. А понимание пришло, что мы очень пока еще мало знаем о том, как населен наш ближний космос, так называемыми малыми телами, астероидами, кометами. Открытие в 2004 году астероида Апофис, который пройдет вот через 20 лет уже очень близко от Земли, по понятиям таким нашим близко, ну, 36 тысяч километров от поверхности Земли. А в 36 году, в 2036, есть довольно серьезная вероятность, что он столкнется с Землей. И это приведет к региональной катастрофе. Ну, региональной это значит так уровня уничтожения, скажем, средней, небольшой европейской стороны. Какой у него диаметр? 350 метров. 300 метров, ну, это, в общем, достаточно. То есть, инстанционер-то мощнее, чем тунгусский. Да, да, тунгусский это всего 50 метров. Это почти тысячу, тысячу мегатонн. Это серьезный, серьезный совершенно, это немыслимый взрыв. Так вот, осознание этой проблемы пришло, в общем-то говоря, в последние годы. До этого было чисто академическое изучение. Ну, изучали, естественно, астероиды, изучали кратеры. Ну, было тунгусское событие, вот недавно мы в прошлом году... Сихотарионский было событие? Сихотарионский это все-таки метеорит. Это масштаб чуть-чуть не тот. А вот тунгусское событие уже начинается, вот с тела порядка 50-100 метров, начинается уже настоящая угроза. И поскольку мы плохо, мало что знаем, мы вот счастливы все-таки, небытие, незнание, какое-то счастье в этом мире. Как говорит Библия, многие знания рождают печалью. Вот тут, если не знаем, ну надо быть готовым. Мы должны участвовать. Обнаружен астероид более опасный, пожалуйста. И никто не гарантирует, что через год мы что-то из всего известно... Всего известно, а в смысле не обнаружим новое. Всего известно около тысячи астероидов, которые так называют опасно сближающихся с Землей. Около тысячи таких крупных. Их существенно больше, их может быть до 200 тысяч, вот размером больше 100 метров. Ну, вообще говоря, надо... Американцы, кстати, нам предлагают сотрудничество. Вот через несколько дней, и мне придется разговаривать с американскими коллегами в Организации Вненных Наций по этому поводу. Они предлагают сотрудничество. Не хватает даже их сил для того, чтобы проводить программы мониторинга. Причем, видите, даже не очень большие инструменты нужны, но нужно их специально делать. Вот, и совместно участвовать не только в выработке политических решений, но и в астрономических программах. Можно я добавляю? Да, конечно. Я бы, Борис Михайлович, такой, у слушателей поселили такой ненависть к малым телам в Солнечной системе. Да, не видно. Нет, ну так же, опасное, страшное, вредное. Но на самом деле это очень интересные объекты. Ну, во-первых, в остатках этих небесных тел заложена история Солнечной системы. Это некий такой строительный мусор, который остался после формирования планет. Некоторые планеты не могли сформироваться, если на поверхности Земли все это вещество перерабатывалось водой, атмосферой. Там оно такое, что называется по-английски пристин, первичное. И вот как одно из малых тел, а мы давно уже, так сказать, российские специалисты в космосе, до него так давно целятся, это Фобос, это спутник Марса. Хотя, тоже его, наверное, в том же стиле был, он Фобос Деймос, это страх и ужас, но была такая... Ну, это Греки назвали. Да, Греки. Ну, мы его собираемся исследовать, и более того, вот готовится такая экспедиция, называется Фобос Грунт, доставка грунта, должен аппарат совершить мясо... Наша экспедиция, да? Что это? Наша экспедиция, российская экспедиция, почему я об этом заговорил. Мы как раз очень много и занимаемся в последние годы, потому что полет Марсу, это астрономические сроки запуска, то есть нам надо успеть или в 2009 году, мы этим работаем над этим, но в следующих окно будет только через два года. И целью экспедиции, это, во-первых, мягкая посадка на Фобос и забор его вещества, примерно 100 грамм вещества Фобоса для доставки его на Землю для такого подробного анализа в земных лабораториях. Сколько лет уже наши аппараты не садились никуда? Много лет, у нас последние посадки были на Венере, мягкие посадки, но и на Луне, это глубоко советское время. Олег Юрьевич, если позволить, я хотел бы два слова сказать в дополнение к тому, что было сказано Юрием Юрьевичем, Борисом Михайловичем, по поводу интеграции российского астрономического сообщества в мировое. Один из удачных примеров такой интеграции, который называется Международная виртуальная обсерватория. Мне даже странно слышать интеграцию российского астрономического сообщества в мировое. Мы всегда были частью этого сообщества, естественной, а теперь нам еще нужно каким-то образом интегрироваться. В каком-то смысле, да. Я поясню сейчас, что я имею в виду. Дело в том, что сейчас, вот Борис Михайлович отменил в частности, объемы наблюдательных данных гигантские. Это терабайты и пятабайты. За ночь есть телескопы, которые за ночь патрулируют, осматривают все небо и по несколько раз. И мы понимаем, что сейчас иногда астроному не нужно, когда он ставит перед собой научную задачу. Может быть, ему целесообразнее посмотреть, может быть, эти наблюдения уже существуют в существующих по всему миру архивах. Чем, так сказать, записываться в очередь на телескоп и проходить конкурс, ждать какое-то время для того, чтобы получить свое время для наблюдений, а еще, может быть, погоды нет. Можно посмотреть в этих архивах, и сообщество осознало эту задачу примерно в 2000 году. И было принято решение объединить эти архивы, объединить не физически, не стащить их в одно место, а оставить на местах, но научить их общаться между собой. Придумать язык, с помощью которого эти архивы понимали бы друг друга, и мы основного понимали бы данные, находящиеся в этих архивах. И, говоря совсем простым языком, предоставить на любой персональный компьютер мира, любому астроному, любые данные, полученные когда-либо кем-либо, на каком-либо телескопе. Был сформирован альянс, который называется Альянс Международной Виртуальной Обсерватории. Россия одна из основателей этого альянса, сейчас он включает 16 стран. И для России, которая после распада СССР случилась так, что большинство обсерваторий оказались в зарубежных государствах, это один из наиболее эффективных выходов, в том числе и с финансовой точки зрения. А вот за последние годы, десятилетия, может быть, какие страны очень резко продвинулись, вот были там астрономическим нулем, в смысле, а теперь вот в числе лидеров, лидирующих групп, есть какие-то такие примеры? Испания, скорее всего. Испания очень сильно. Голландия всегда была на каком-то уровне. Итальянцы в основном в телескопостроении, да. В Урале. Ну, в Италии, что после Галилеи, что там... В последние годы. Ну, китайцы... Китайцы, да. Очень сильно прогрессируют. Индия много делает. Российской телескопы, Китай. Ну, вот вы говорили, Южная Африка, вряд ли там 50 лет назад, я не знаю, Южная Африка. Нет, конечно, ничего не было. И даже 20 лет назад. Южная Африка, она такая кооперативная у них этот инструмент гигантский, 10-метровый телескоп, там участие и Германии, и Польши, и многих-многих других, и США, частично. Нам предлагали правительство. Даже Россия должна была участвовать. Не нашло ничего. Нам частные суммы в 2,5 миллиона долларов, чтобы... 2,5 миллиона? Да, чтобы участвовать в этом проект. Ваши цифры постоянно звучат. Я еще раз напоминаю зрителям, в том числе и высокопоставленным, которые иногда появляются в нашей программе, что меньше 70 миллионов долларов бюджет всей астрономической науки со всеми потрохами в России. Для страны с такой историей в этой сфере, ну, это просто карикатурно низкие цифры. Да и сами по себе они не такие уж большие там. Но если 70 миллионов, почему не 100, в конце концов? Это, наверное, связано с тем, что большинство людей все-таки плохо понимают, зачем нужна эта наука. Даже образованных людей, они не понимают, зачем нужна астрономия, астрофизика, и как она, что она является частью физики. И основной науки, на которой базируется вся наша цивилизация человеческая. Вот я провожу очень много экскурсий на нашем крупнейшем телескопе, и наши мои коллеги проводят тысячи экскурсий. Вот рассказываешь, и все-таки в глазах вопрос, ну, а зачем все это нужно? Ну, начинаешь приведить аргументы, ну, термоядерные реакции в ядрах звезд. Они были сначала описаны физиками, астрофизиками, потом мы создали водородную бомбу, или там термоядерные реакции, и так далее. Другие примеры. Все это не убеждает. Самый главный пример, когда уже я все исчерпал аргументы, я говорю, знаете что, мы там еще такие задачи решаем, о которых не могу говорить. Теперь все понятно. Вот теперь все понятно. Вот так бы и начинали. А то бы... Зачем? Я серьезную тему затронул, но именно чтобы ответить на этот вопрос хотя бы частично, у нас в этом совсем скоро уже в конце марта будет проведена конференция астрономии и общества. Это случай, наверное, редкий в истории нашей науки, когда мы действительно вот эту науку и с обществом... Ну вот... Это о чем Олег Юрьевич говорил? Олег Юрьевич, да, да, да. Вот это будет интересно. Там не только, там не будет... Ну, конечно, а кого ждет, вот сколько вы там ждете? Помимо вас, астрономов, организаторов, студентов? Мы ждем эту конференцию МГА в МГУ. Международный год астрономии в Международном государственном университете. В разных... И мы ожидаем до тысячи участников. Мы специально попросили руководство МГУ предоставить нам большие крупные залы, причем в основном не профессионалов, а людей, интересующихся астрономией, просто энтузиастов. Уровень конференции будет именно такой. Профессионалы будут рассказывать для всех желающих. В том числе в программу конференции включен цикл обзорных лекций на самые популярные в обществе темы. Лекции эти читают эксперты, ведущие российские ученые, в том числе присутствующие здесь по этой тематике. Это и астероидно-кометная опасность, это и черные дыры, это и поиски жизни во Вселенной, то есть то, что интересует общественность. Мы очень рассчитываем, что много людей придет на эту конференцию. 25-го по 27 марта в Московском университете. Совершенно верно. Я хотел бы сказать, что большая загадка – это большой взрыв. Вот что было до начала формирования Вселенной? И там, конечно, очень много философских проблем, на уровне религиозных даже проблем и так далее. И вот сейчас открыты тысячи кандидатов в черные дыры, сверхмассивных в том числе, с массами в миллионы солнечных масс. И когда будет окончательно доказано, что это именно черные дыры, то будет тем самым доказано, что в центре каждой черной дыры есть та самая сингулярность квантовая, из которой Вселенная в свое время родилась. То есть будет доказано, что большой взрыв не является чем-то уникальным, а в центре каждой черной дыры, в которой многие тысячи, сидит квантовая сингулярность. То есть это говорит о том, что образование Большого взрыва, формирование Большого взрыва – это закономерное явление природы, не какое-то исключение и так далее. А каково было состояние Вселенной до этой квантовой сингулярности, до Большого взрыва? Возможно, были какие-то новые, неизвестные нам формы материи. Если даже сейчас, живя, мы только 4% формы материи понимаем, а остальные 96% мы не знаем, то тем более 14 миллиардов лет тому назад, когда Вселенная находилась в сверхплотном квантово-гравитационном состоянии, тем более были такие неизведные формы материи, которые нам еще предстоит познать. Да, пожалуйста, я хочу, чтобы попутно каждый из вас, или тот, кто поживает, высказался, там место для Бога остается. Место для Бога остается всегда, потому что наука... Не всегда, но оно как-то сдвигается. Да, оно сдвигается. Больше, иногда меньше. Оно сдвигается. Вы оставляете место. Место для неизведанной формы материи я оставляю. Вот так. А что такое Бог, я не знаю. Это не совсем Бог. Так, хорошо, да. Есть такая гипотеза, я общаюсь с две, наверное, короткие гипотезы. Одна гипотеза говорит о том, что вот откуда появилось сознание человеческое, о котором мы говорим. Ну, первобытный человек, он занимался очень практическими вещами. Там что-то нужно съесть, как-то укрыться, от хищника спастись и все. Откуда появилось вот это так называемое абстрактное мышление и сознание. Но вот гипотеза говорит о том, что звезды, их нельзя съесть, нельзя обогреться, ничего. И человек, видя звездное небо, наблюдая какие-то небесные явления, задумывался об этом. Просто вот его это удивляло. Задумывался об этом. И непосредственно никак не связанное с жизнью. Ну, это бесполезная вещь. Вроде бы, что это такое? Вот это родило. Но зачем все что это? А вторая гипотеза говорит о том, что человечество может погибнуть по ряду причин. Ну, скажем, массовая ядерная война, экологические проблемы. И одна из них очень интересная, это потеря интереса к науке. Это затормаживание просто общества, развитие общества. Наша задача, чтобы никогда не был потерян интерес к астрономии. Это одна из важнейших мировоззренческих наук. Вот такое. На мой взгляд, к сожалению, несмотря на то, что времена Галилея далеко, но понимание человека сегодняшнего, своего места во Вселенной, оно недалеко ушло. Я, конечно, понимаю, что люди знают сегодня, что Земля не покоится на трех китах или на слонах и так далее. В целом, представляешь, это шар, но дальше мировоззренческие представления нашего сегодняшнего человека не идут. В среднем. И это касается как простых людей, которые просто за кусок хлеба борются ежедневно, и тех, кто занимается глобальным кризисом, олигархами и так далее. И когда им рассказываешь о том, где мы, какой частичкой мы являемся, ведь каждый из нас состоит из атомов и молекул, а атомы эти родились в ядрах других звезд. В результате термиадинных реакций, потому что Солнце не успело еще обогатить Вселенную своими тяжелыми элементами. Так вот мы состоим из атомов, которые были когда-то рождены в результате термиадинных реакций в ядрах других звезд. А мы вместе с Солнцем родились? Условно говоря, эти атомы родились вместе с Солнечной системой. Но Солнечная система, когда она рождалась из гигантского газового облака водородного, там она уже была обогащена продуктами распада, разлета других звезд, которые погибли миллиарды лет назад. Так что мы все являемся звездами в каком-то смысле, и когда-то превратимся снова в эту звездную пыль, когда Солнце сметет нас с поверхности Земли, и мы снова улетучимся во Вселенной. Так вот, когда человеку объясняешь место его, и место нашего маленького Солнышка, одна из сотен миллиардов звезд в нашей Лечном пути, а наша Галактика одна из сотен миллиардов Галактик, а возможно наша Вселенная, вот то, что Анатолий Михайлович, сейчас уже физики очень аккуратно к этому подходят, термум-юниверсум, да, уникальный мир, уже используется все реже. Мы сейчас предполагаем, что может быть таких мультиверсов, то есть мы можем жить, наша Вселенная может быть одной из множества Вселенных, других уровней и так далее. Вот здесь, пожалуйста, место для Бога, для сверхсознания, для той логики мира, которую мы пытаемся понять, и никогда ее не поймем, с каждым поколением мы будем продвигаться вперед, но в этом является прелесть науки. И когда человек, который об этом ничего не знал, и вдруг он узнал на лекции, на экскурсии, или просто в телескоп посмотрел, меняются люди радикально, особенно люди старшего возраста. Я хотел бы еще раз заострить внимание на настораживающие ситуации с астрономическим образованием. Астрономия из школ практически ушла. Астрономия в вузах терпит очень серьезные удары. Московский планетарий закрыт 15 лет. Да, это вообще, как думают, в нашей жизни есть некие настолько обслуженные вещи, для Москвы, сверхбогатого города. Смешные вещи бывают. Да, планетарий, построенный в 30-е годы. В 30-е годы. Известно, что государство, которое долго пренебрегает наукой и образованием, всегда становится жертвой более благоразумных соседей. Что касается места Бога в астрономии, я знаю очень много хороших астрономов, глубоко верующих людей. Наука базируется исключительно на знания. Религия базируется исключительно на вере. Мне кажется, здесь нет конфликта между наукой и религией. Да, понятно. Леонид Владимирович, да. Ну вот, если так по-крупному посмотреть, список вопросов, главных вопросов, которыми занимается и астрономия, и астрофизика, их три на самом деле. Как образовалась Вселенная, об этом Анатолий Михайлович хорошо очень рассказал. Как образовалась Солнечная система, об этом было сказано. И есть третий вопрос, как возникла жизнь. Потому что он тоже мировоззренческий, он тоже упирается в этот вопрос о Боге, который мы тут, наверное, занимаемся, космическими исследованиями, пытается у него ответить. Уже несколько экспериментов, начиная с аппарата Викинг, ищут следы жизни, следы каких-то органических веществ на Марсе. Сделать это не удалось. Даже до сих пор. И тут возник один новый кандидат на возможное существование жизни. Это спутник Юпитера Европа. Он, кстати, был открыт Галилеем в то же самое, по-моему, первом, одно из первых его открытий после изобретения телескопа, которым, значит, мы сейчас отмечаем 400-летие. Почему Европа вызывает такой интерес? Там обнаружен океан жидкой воды. Он покрыт толстым слоем льда, жидкой и соленой воды. А мы знаем, что океан, это, ну, так, колыбель человечества. И принципиально важно, есть ли в других океанах возможность существования каких-то органик, каких-то бактерий, микробов. И вот мы сейчас буквально в последние две недели обсуждали это в большом международном совещании. И Россия выступила с такой инициативой организовать экспедицию к этому спутнику Юпитера Европы, сделать посадочный аппарат, в каком-то смысле развивающий, вот то, что я рассказывал, о исследованиях ФОБОСа, мягкую посадку, пробурить, наверное, 10-километровый слой льда не удастся, но исследовать его поверхность, и астробиологи, у нас уже довольно много и в России, и за границей, такая новая наука возникла, спорят, есть ли возможность, вероятность увидеть какие-то следы мёртвой органики. Конечно, она будет мёртвой, но она всё равно оставляет свои отпечатки. Если такая экспедиция произойдёт, она очень сложная, Юпитер обладает очень сильными радиационными поясами, но задача, в принципе, решаема, в такой международной кооперации. Может быть, она даст какой-то новый аргумент. Если мы найдём следы органического вещества на другом совершенно океане, наверное, всё-таки придётся признать, что жизнь возникает самопроизвольно в результате самоорганизации. И божественное творение тут вряд ли можно будет привлечь. Но это опять-таки будет экспериментальным фактором. А какая, примерно, стоимость такой экспедиции и сколько нужно туда лететь? Лететь туда нужно 6 лет. Стоимость пока не очень понятна, какая будет. Это будет международный проект. Порядок очень большой. Наверное, большой порядок. Наверное. Ну, я не берусь, сколько-то доллар меняется, не знаю, что будет долларом. Да, это вот о меняющемся долларе. Фраза о меняющемся долларе. Мы завершаем разговор об астрономии, о большом взрыве, который там 15 миллиардов лет назад. 15 миллиардов. 13 и 70. Ну, да, ну, примерно округленно. Да, ну, смешно было бы с моей стороны подводить итоги разговора об астрономии, но все-таки вот три года назад мы его вели здесь. Я рад, что не исчезла вовсе отлично астрономия до этого времени, даже несколько оживилась. Бессловно, так иначе астрономия переживет все финансовые кризисы, потому что она как небо звездное вечное, так и астрономия, безусловно, является вечной наукой. Будем надеяться, что года еще через три, а может быть и раньше соберемся, еще больше оптимизма будет у наших астрономов рассказывать о том, что они сделали сами, в сотрудничестве с другими астрономами других стран Амират. Всего хорошего. До новых встреч. Впередайся, что делал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok